то вот здесь как раз будет большое обновление от 11 сентября всем здравствуйте рад всех приветствовать на моем канале и о чем же теперь поговорить многие вещи мы уже с вами разобрали да там остался еще муравьишка один который надо разобрать посмотреть повнимать но об этом будет чуть позже некоторые меня спрашивали многие заметили какие-то изменения что-то меняется что-то происходит с постоянными сезонами острова пустошей и давайте же вот на это и посмотрим все помнят первый сезон когда появились пустоши ну точнее помнят те которые играли в этот сезон ожидать его как те игроки у кого он появился когда мы пришли на пустоши мы не понимали вообще что здесь будет происходить очень большая реклама была и рассказывали о том что здесь будет все по-другому в отличие от острова первые пустоши когда мы начали играть да здесь мы сейчас откроем карту и немножко взглянуть посмотрим на нее повнимательней мы помним да что у нас есть два лагеря справа и слева по три альянса и первые битвы происходили вот здесь на севере там на юге и многие альянсы для того чтобы помочь своим игрокам другим альянсом из своей фракции да они строили разные длинные такие очень длинные дороги но сейчас уже этого нет не происходит для того чтобы оказаться в нужном месте нужное время чтобы не был бой бой 2 против 1 либо вообще 3 против 1 более менее уравнять либо наоборот получить преимущество в свою пользу и самое такое проблематичное место было сейчас посмотрим где то вот здесь у нас да вот в этой области и было сложно пройти синему альянсу к зеленому и вот в северную вот эту боевую зону там была такая особенность если кто-то вспомнит что при захвате канала либо переправа одним альянсом другой альянс даже и своя фракция уже не мог этого сделать и все будем говорить прямо да все игроки начали ныть о том что ну это неудобно вроде как в одной фракции и в то же время если союзник наш захватил переправу то мы уже не пройдем и приходилось строить длинные обходные дороги ну в общем помним все это все во втором сезоне упустоши это все исправили и дали нам возможность перезахватывать каналы и переправы сейчас если мы смотрим на карту вот на примере нашего альянса например да мы видим что в принципе все каналы они белые тоже но большинство даже те которые были какие захвачены потому что они сброшены на этом очень легко и быстро набивается прочность защитники и все легко и просто захватил сбросил захватил сбросил хоть 20 30 раз в день это делать все исправили эту проблему но длинные дороги так и не отменили начали опять сены что мол вроде в одной фракции а ничего нельзя сделать пред начали придумывать дальше ах да еще самое главное то мы забыли во втором сезоне но у нас добавились вот эти бонусы флажки до синие и красные которые здесь есть добавили бонус зоны которые действуют либо одной команде либо другой верхний и северные и южные флажки они меняются периодически да это все рандомно а два других флага они вроде как неизменные то свои бафы дают и бонусы упростили нет усложнили тоже нету добавили какую-то свою изюминку этим на этом в принципе второй сезон закончился было большое объявление о том что следующий сезон будет дорабатываться ребят успокойтесь все будет хорошо вот у нас появился лет про себя говорю третий сезон да и у нас добавились вот какие-то вот такие непонятные сооружения вот сооружение лагерь фракции что это такое лагерь фракции дает нам возможность строиться в чужой зоне нашей фракции от этого лагеря и тем самым мы можем сократить дорогу достаточно много и мы быстрее окажемся в нужном месте в нужное время и при этом потратим меньше глины больше дорогу построим и все будет хорошо все решили проблему но нет появилась теперь другая проблема и если на пустоши в принципе вот это вот нововведение да с лагерем фракции нам помогает и упрощает игру все теперь мы можем спокойно строится в далекие дали при помощи этого лагеря от него и построимся до лагерь имеет здесь время захвата он будет автоматически захвачен от у нас уже через десять часов то есть понедельник уже будет захвачен а как быть на острове ведь на острове же у нас тоже есть союзники есть противники и если мы на острове союзниками с тем альянс который мы давно знаком давно играли вместе но совершенно на разных краях карты показались нам будет сложно взаимодействовать а если союзника нашего зажали где-то и он ничего не сможет то вот здесь как раз будет большое обновление от 11 сентября до те кто попадет на остров и на пустоши 11 сентября на пустошах это тоже самое будет реализовано но это больше актуально на острове у нас будет возможность передачи своей башни дружественному альянсу то есть что это такое будет как это будет реализовано к примеру на нашей зоне наша башня стоит 2000 глины на чужой зоне да даже вот если мы у союзника нашего не строится здесь будет стоить 4000 глины и для того чтобы нам построиться дешевле на чужой зоне союзник может построиться к нужному каналу после этого передать нам башню и мы от этой башни сможем спокойно уже строится дальше тем самым мы экономим и время и глину а глина это очень ценный ресурс на острове тоже я бы сказал что это более ценный ресурс то что на пустоши в принципе не было проблем таких с нехваткой глины ну за исключением первого сезона когда еще не совсем понимали что и как строится сейчас уже этого не происходит а на острове но когда мы играли там были такие проблемы что сейчас происходит не могу сказать потому что некоторых нюансов я просто не знаю у меня нет нет винка никакого на острове и как там происходит пока непонятно вот этим передача башня это просто дает возможность нашему союзнику строится на нашей зоне от нашей зоны он начинает строится и все хорошо и мы таким образом может перетащить союзника со своей дальней зоны свою ближнюю зону там где он будет рядом под боком мы вдвоем можем продавить любого противника башню можем передавать будет только на своей родной зоне и пока непонятно сколько штук можно будет передать может быть даже одну если мы одну башню передадим союзник у вас один к 2 ну второй союзник останется без башни в любом случае это тоже неплохо и думаю что это привнесет свою изюминку островы и пустоши его ну больше был острова на пустошах лагерь фракции сейчас эту функцию в принципе должен выполнять далее что у нас еще было интересного а у нас интересное было следующее многие игроки заметили что у чемпионат безграничной пустоши сложность 2 то же самое появилось и на острове из ману никто прошла что такое сложность 2 что это значит здесь нам нужно вспомнить появление пустоши первый сезон когда был те кто пришли из острова на пустошь впервые те наверное заметили что у всех зданий на пустоши этим как у нибудь это допустим у них увеличенное количество прочность 120 тысяч у места жительства до города восьмого уровня это много и что же такое вот эта сложность 2 как сообщили инсайдерские источники сложностей будет несколько пока точное количество никто не говорит и что будет влиять на это тоже неизвестно единственное там как было написано в письме что уровень игроков количество игроков уровень альянса и так далее то есть многие показатели все что связано с игроками с альянсом будет влиять на этот уровень сложности и все игроки все пустоши все острова будут разделены на несколько уровней сложности потому что вспоминаю самый первый остров когда реально сложно было захватывать какие-то здания это было интересно и уже второй остров был намного проще до здания падали за минуты и стало не так интересно теперь приходится ходить волнами т-1 т-2 на первую атаку потом обычными солдатами а в первый пустоши по и первый остров вспомните да какие-то мы муравейники третьего уровня не с первого удара пробивали и вот это было круто и сейчас пытаются вернуть точнее добавить вот эту вот сложность для того чтобы разграничить сильные альянсы и слабые альянсы если у нас в альянсе 50 человек которым захватить вот допустим вот этот город восьмого уровня даст и было достаточно сложным его захватывать почти 30 минут тупо из-за того что мало людей просто мы долго ходили потому что сколько там четыре или пять рейдеров было ну это мало и вот за это мы потеряли много времени для таких альянсов будет сложность чуть-чуть послабже а альянсы где у нас 100 человек и при этом еще 100 человек онлайна и какие-нибудь старые сервера до 600 наверное это все можно сказать что старые сервера для них можно наоборот еще больше даже увеличить и поставить там сложность 3 сложность 4 чтобы им было дольше им было интереснее было сложнее это сделать вот этим будет разделяться как раз и сложности сложности будет несколько это все напомню что будет стартовать только в сезоне который начнется от 11 сентября но опять же может немножко измениться потому что разработчики сегодня сказали одно расскажу другое но поверьте это еще не все есть еще новости которые будут тоже все к 11 сентября там ожидается очень большое обновление сезона именно еще из важного примут действительно крутого и интересного это то что у победителя на острове и на пустошах у того альянса и той фракции которая захватит вот это самое главное дерево у них будет в награде дополнительный такой и там это будет клевер пока не известно естественно как он выглядит что он будет давать в принципе понятно выше и клевер это очень интересная классная штука она дает нам единоразовая смена сезонного муравья на рандомного другого то есть к примеру мы получили какого-либо не знаю элангата но мы с вами играем на стрелках и нам элангата ну вообще не нужно у нас и 10 штук уже скорлопок лежит в загашнике мы используем этот клевер и вместо элангаты мы получаем прионапельту а мы играем на стрельках и нам прионапельта ну очень нужна была которая 11 загашники будет лежать а может и повезет может быть упадет берсерк вот этот клевер будет доступен только победителю и он единоразово случайно меняет на другого сезонного муравья какого именно сезонного муравья не совсем понятно но это будет скорее всего замена того сезонного муравья который сто процентов падает из и финальных яиц победителя и искателя вот его скорее всего клеверы заменят хотя бы ну то один маленький шансик дополнительно от того что выпадет нужный нам муравей но опять же это все так баснем какие-то из небольших правок еще будет корректировка каких-то достижений тоже ну что-то подкорректировали да где-то увеличили награду где-то ослабили где-то наоборот усложнили и способе получения там как помните сначала было построить 70 башен или 100 башен там что-то заоблачная цифра какая-то была на первом острове потом постепенно эту цифру начали снижать еще не постепенно резко очень сильно прямо раз и в один прекрасный момент очень ослабили и стало достижение с башнями делается буквально за пару дней вот подобные достижения тоже могут перерабатывать и что-то будет переработано пока только не сказали точно что именно и какое достижение будет переработано также еще было обновление точнее будет обновление по периоду анонса периода регистрации подбора и вот это вот все там будет введен какой-то период реклама что это будет и как-то будет работать пока не могу вам сказать ничего потому что не давали информация просто скажи что будет переработан этот период период межсезонье и будет добавлено время реклама когда мы можем рекламировать свой альянс свой созыв может быть поживем увидим это как раз а скоро это запускается либо уже запустилась хотя нет что я такое говорю только 11 сентября выйдет обновление тогда это уже следующее будет следующий сезон уже будет с этим обновлением а еще на пустошах будет обновлено то что мы можем включать выключать вот эту подсветку как я понял там достаточно размыто написано но возможно вот эту область которая становится нашего цвета когда полностью мы захватываем все здания на этой локации становится пока подкрашенной вот будет возможность включить и выключить эту подкраску нужно это так только стоит ну вроде красиво вроде понятно что здесь все захвачено здесь еще не все а может кого-то это бесит поэтому вы решили выключить опять надо смотреть и справиться спросить у тех кого это бесит напишите в комментарии может быть правда кого-то это там от разражаешься в область стала подкрашенной хотя первые на первом сезоне пустоши это вызывало вопросы что происходит когда вся закрашена стала но как потом выяснилось просто визуальный эффект и последняя наверное но последнего в очереди но не последняя по значимости обновление острова это то что на острове теперь тоже можно будет в подкрепление на башню на все здания отправлять не один отряд а два отряда и на башнях теперь будет доступно слотов не 10 а 20 для строительства для защиты для нападения все вот это то есть то же самое что и на пустошах альянцы стали группироваться усиливаться людей стало больше и при игра игре в 10 человек на башне просто места не хватает большинство альянцы теперь же будет опять тоже 20 как на пустоши немножко когда мой первый раз этим столкнулись и думали что это будет невозможно нереально сделать нет все возможно все реально просто теперь невозможно будет выбить одним рейдом а нужно будет запускать два рейда для того чтобы выявить полностью с одной стороны а с другой стороны нам сложнее дольше будет заполнить эту башню 20 человек 20 отрядов и тем самым больше текучка ибо и проходить будут более оживленно и быстрее какие-то альянцы изнемогать и от бессилия либо кто-то быстрее просто начнет ломать башню вот это просто ускоряет процесс хотя с одной стороны на первый взгляд казалось что наоборот это будет только увеличивать промежуток времена нет это все он наоборот именно упрощение происходит вот такие пожалуй обновления нас ждут в следующей сезоне которая стартует 11 сентября те кто сейчас уже на пустоши нас это никак не коснется вроде как это будет только вот том сезоне а мы доиграем свой сезон так как есть сюда у нас тоже таки небольшое обновление есть это вот лагерь фракции которые добавили это все обновления которые нас ждут ближайшее будущее и что же пошло время прощаться да пребудет с вами сила всем пока